504 день войны и свежая сводка с Русланом Левиевым. Российский генерал Олег Цоков был уничтожен в командном пункте в Бердянске во время прилета ракеты Storm Shadow. Об этом сообщают многие пророссийские телеграм-каналы. Украина продолжает битву за господствующие высоты под Бахмутом, что позволит отсечь российскую армию от большого количества действий, которые она могла бы совершить. Ну и многое другое, включая саммит НАТО, который проходит в Вильнюсе, договоренности, которые были достигнуты по вступлению Украины в НАТО, как это будет выглядеть, был убран для Украины один из этапов, то есть их вступление в НАТО будет гораздо проще, чем это бывает обычно для других стран, которым предлагается эта опция. Ну и многое-многое другое, что обсуждалось и на полях саммита НАТО и за его пределами. Обо всем этом в сегодняшней сводке вы можете поддержать ее лайком, комментарием, подпиской. Вы можете поддержать канал на Патреоне, ссылка будет в описании. Ну или с помощью суперспасибо. Это кнопка с долларом в сердечке прямо под видео. А вот наш разговор с Русланом Левиевым. Вчера одной из новостей было, что Херсонская областная военная администрация сообщила об ударе России по городу, по селу Софиевка в Херсонской области с помощью градов. В результате этого удара погибла женщина и еще один мужчина получил ранение. Кстати, вот вам как раз таки тоже пример использования оружия, которое бьет по площадям. То есть тоже вот, пожалуйста, гражданские гибнут. Хотя тут не уверен, что это не было целью стороны, которая стреляла. Дальше. Вчера я обещал показать по части фортификационных сооружений, там насколько это близко украинские силы подошли, что вот они пытаются прорвать первую линию таких фортификационных сооружений вблизи поселка Работино, где шли одни из таких самых основных боев все эти дни. Так вот, сначала покажу сама линия фронта. Вот, собственно, здесь пониже, пониже, как видите, Работино, населенный пункт, за который идут бои, которые пытаются освободить. И вот, собственно, линия фортификационных сооружений, и вот снова вот это Работино. И как раз, где ведь эти вот красные точки, это вот в том числе самые актуальные новые фортификационные сооружения. То есть вот эта вот карта, она актуальна на 9 июля по состоянию всех этих сооружений. И вот, собственно, как видите, линия фронта пролегает уже как раз таки ровно по вот этим первым красным точкам. Так что к первым линиям основных таких сооружений уже подошли. Но основные сооружения не обязательно значили, что именно прям уже пирамидки там. Но вот такие отдельные укрепления основные, да, они уже вот как бы начинаются. Вот как раз около Работина. Дальше по части в целом линии фронта. Мы видим, как продолжаются бои на так называемом Временском выступе. В частности, мы видим вот такие вот видеозаписи, где украинские силы работают по лесопосадке, зачищают ее от российских военных. И тем самым они выравнивают линию фронта. Сейчас я вам покажу, открою карту Дип-стейт. Это у нас Временский выступ находится около Великой Новоселки. И конкретно та видеозапись, ну стоп-кадрис, которую я вам сейчас показал, это было снято, ну примерно посередине между Макаровкой, которая вот здесь чуть южнее, и Равнополем. То есть они вот тем самым как бы выравнивают вот эту вот линию, линию фронта, которую здесь вы сейчас видите в кадре. Вот. И продолжают там вести бои на этом направлении. При этом по части того, что и ты меня вчера спрашивал, Бахмута, огневого контроля, ну вот это то ли Крещевка, то ли там Бахмута самим, и заявление замминистра обороны Украины Анны Малер. Известный украинский военный обозреватель Константин Машевец, он вот эти последние заявления Анны Малер ставит под сомнение. В частности, ту часть, где говорится, что украинские силы держат под огневым контролем все, по сути, входы и выходы из Бахмута. То есть как будто бы там российские силы не могут нормально перемещаться. По словам Машевца, российские войска потянули резервы с числа подразделений 98-й высушенно-десантной дивизии, то есть десантников, и контратаковали украинские передовые подразделения в районе села Дубового Силовка, Берховка, как раз который к северу от Бахмута, и Ягодное. Сейчас покажу на карте. Так, перемещаемся на Бахмут. Вот у нас Бахмут. И вот, соответственно, Ягодное. Здесь же и Берховка. Вот она, Ягодная Берховка. Вот в этом, на этом участке фронта российские силы, конкретно в виде десантников, они контратаковали позиции украинских сил. Ну вот как раз к слову, почему мы называем украинское наступление наступлением, а не контрнаступлением. Потому что если бы мы сейчас назвали это контрнаступлением, то пришлось бы действия российских десантников назвать контр-контр-атакой. Вот, чтобы звучать довольно-таки странно. Вот, поэтому назовем так. При этом Константин Машавец подчеркивает, что да, пока что это продвижение российских сил на местах относит такой исключительно тактический, то есть очень локальный характер и исчисляется там где-то, может быть, километром, где-то сотнями метров. То есть это тоже такое расстояние, такое расстояние местности, оно может в любой момент пересечь там то в одни руки, то в другие. Но при этом Машавец задается вопросом, действительно ли готовы силы обороны Украины к прогрызанию обороны российских сил именно такими методами, когда каждый километр пройденной территории, освобожденной территории, оплачивается кровью личного состава. То есть тяжелые позиционные бои. И в этом контексте он подчеркивает одну такую важную вещь, что трудно переоценить значения и последствия кропотливой ежедневной работы военной разведки, причем на всех уровнях, начиная со стратегического, заканчивая рутинной на тактическом уровне. Потому что диверсия в глубоком тылу противника, это, конечно, важно и хорошо, но также очень важно, чтобы главнокомандующий и генштаб умели всю исчерпывающую информацию относительно противника для принятия аргументированного и адекватного решения в режиме онлайн. То есть это как раз таки тоже я тут сделаю отсылку к вчерашнему своему спичу по поводу того, что нам нужно принимать решение без эмоций и прочего. Потому что... Позавчера. Или позавчера, да, я постоянно путаюсь в часовых поясах и в днях. Так вот, по поводу того, что вот эти эмоции тоже могут влиять на принятие решения именно по части фронта, потому что где-то могут, и могут они перейти из крайности в крайность. То есть где-то начинают говорить, что типа все, пипец, все пропало, и начинает такое паникерское настроение. Где-то наоборот, что типа несмотря на ситуацию, говорят, что типа все продвигаемся, все отлично. Из-за этого командиры могут принимать неверные решения, потому что им сказали одно, а по факту окажется там другое. И кто-то может сказать, что типа, ну, одно дело говорить про эмоции там в Твиттере, другое дело про эмоции, которые вот на земле, вот происходят на линии фронта. Но мы же видим уже все эти годы, что военные, там, украинские, российские, какие угодно, они тоже следят за интернетом, следят за общественным мнением и понимают, что если где-то доложишь, что там все, пипец, пропало, все плохо, мы отступаем, то тебя тут же назовут там чуть ли не предателем, паникером, еще как-нибудь. Поэтому этот психологический момент тоже влияет и на военных тоже, как бы мотивируя их иногда там либо приукрашать ситуацию, либо как-то еще. Поэтому вот вам объяснение, почему очень важно сторониться эмоции, когда идет война, чтобы принимать правильные решения для дальнейшего продвижения. Ну, отдельно подчеркну, что здесь во всем этой публикации Константин Швейц, он просто как бы так немного сбил пыл, то есть он не говорит, что там типа все плохо, там и россияне там продвигаются, нет, он такого не сказал. Он просто подставил под сомнение некоторые такие громкие заявления, что там Бахмут уже под огневым контролем украинских сил, что пока что ситуация все еще довольно-таки сложная и нужно продолжать работать. То есть на Бахмутском направлении идут бои за господствующие высоты, если я правильно понимаю, активные. Да, пока что вот эти сообщения, что там уже под огневым контролем находится там либо Клещеевка, либо Бахмут, пока что это не подтверждается. Кстати, он же еще писал в этом сообщении, что как раз-таки под Клещеевкой тоже туда прибыли дополнительные резервы российские в виде 83-й десантно-штурмовой бригады, которые тоже контратаковали позиции украинских сил по направлению на Клещеевку, на село Андреевка, который находится чуть-чуть южнее Клещеевки, что в итоге заставило остановиться передовые украинские подразделения на этом направлении. Как раз-таки вот Клещеевка, Андреевка, это, во-первых, те места, про которые где-то вот несколько дней назад я говорил с лодки в контексте мобилизованных, что вот их должны были отправить на попасть, но в итоге они оказались под Клещеевкой, из-за чего они там начали погибать. Плюс Клещеевка еще важна этим заявлением Кадырова, который говорил, что типа я вот связался с Аптио Лаудиновым, спросил, что там под Клещеевкой, и он там мне присылал видео, что типа, типа все хорошо. Как это было и с вагнеровцами по части Бахмута, там продвижение там к Солидару и в восточных окраинах Бахмута, так получается и с Кадыровцами, что по факту на земле воюют какие-нибудь там десантники или обычные там воруженности в России, а это приписывается в заслуги, по части Солидара это приписывалось в заслуге вагнеровцев, а по части вот Клещеевки теперь пытаются себе приписать это кадыровцы, конкретно сам Кадыров и Аптио Лаудинов, а по факту воюют обычные десантники. По части лагерей, то ли для вагнеровцев, то ли для мобильзованных, вчера Министерство обороны Беларуси сообщило, что на белорусских полигонах проходит очередная ротация войск России, о чем мониторинговая группа белорусских гаюн сообщала еще 3 июля. Это уже четвертая волна ротации, то есть приезжают там новые подписавшие контракт или там мобилизованные другие, которые где-то сидели в других лагерях до этого, их обучают там несколько месяцев, после чего отправляют там ближе к линии фронта. За ними приезжает там уже следующая партия тоже на обучение вот так вот. И вот такая уже происходит четвертая волна ротации сил армии России в Беларуси. И основная фаза вот этой текущей новой ротации, она прошла со 2 по 8 июля, как говорит мониторинговая группа белорусский гаюн. И также Минобороны Беларуси написало, что скоро в Беларусь прибудут наемники группировки Вагнера, и они будут рассредоточены на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом. Но это лишь пока что подтверждает факт, что основная масса наемников в Беларуси не прибыла, не ясно, прибудет ли вообще. Да и вообще нам, например, кажется, что отправлять 8 тысяч человек в вот эти лагеря полевые для обмена опытом, это будет очень странно. Тем более, что, наверное, значительная часть вот этих 8 или больше количества тысяч из наемников Вагнера, они как раз таки сами хотели бы, наверное, у кого-нибудь опыт получить, потому что многие из них не имеют боевого опыта, потому что там бывшие заключенные какие-нибудь или просто подписавшие контракт не так давно. вот, поэтому пока что мы остаемся при мнении, что, скорее всего, лагеря останутся пустующими и останется вот только численность на той, которая была заявлена моим дорогой группой Белорусский Гаюн, что прибыло 200 наемников группировки Вагнера на полигон Лос-Видова, как так он называется. Вот, как раз именно для обмена опытом. По части мобилизованных тоже возникает некоторая такая более ясность для нас, как вся эта схема работает, каким образом там мобилизованы или просто вот эти вот новые там контрактники, которых отправляют из разных регионов России, как они оказываются на линии фронта, на передовой, появились вместе с обращениями от родственников таких мобилизованных, что их отправляют на фронт без поддержки и они там погибают, появились еще и документы различные, которые выглядят довольно-таки правдоподобно. Здесь мы обратили внимание о том, что говорится, что, ну вот самый первый пункт, личный состав, ранее прибывший из восточного, центрального и западного военных округов, который был зачислен в списке частей третьего армейского корпуса. Напомню, что третий армейский корпус, это как раз тот корпус, который сформировали в прошлом году, когда еще до мобилизации пытались набрать добровольцев, заманивали на большие суммы контрактов, и вот тогда 13 тысяч человек набралось, и из них сформировали третий армейский корпус. Так вот, в этом документе говорится, что вот новый личный состав, здесь не говорится, кто это мобилизованный, или просто вот такие новые контрактники, новый личный состав, который прибыл из восточного, центрального и западного военных округов, и был зачислен третий армейский корпус. Его нужно прикомандировать в диверсионно-разведывательные бригады «Волки» и «Ветераны». Из расчета 600 и 850 человек, соответственно. Ну и дальше здесь есть уже заявление от самих военнослужащих, вот этой группы «Ветераны», которые обращаются там и в Следственный комитет. Кстати, мы еще обратили внимание, что, смотрите, снова появляется имя «Редут», то ли той самой, то ли переродившейся ЧВК, которая была сформирована в Кубинге. Так вот, эти самые военнослужащие, эта группа «Ветераны» сообщает о том, что вот у них там, скажем так, безответственные командиры, которые посылают их в безумные атаки, плюс постоянно их там наказывают за разные правильности, избивают, разоружают. Здесь много рассказывается и про то, что эти командиры, когда приходили даты, когда нужно было платить все зарплаты этим военнослужащим, они отказывались им платить по тем или иным причинам, из-за чего порой случались такие чуть ли не бунты, и в итоге, с помощью вот такого давления удавалось выбить часть обещанных зарплат этим военнослужащим. Это, к слову, о том, как раз таки, для чего существуют там вот эти вот все эти фейковые ЧВК, чтобы как раз таки деньги, один из главных мотивов, как я и говорил, что каждый ему хочется иметь свой автобусик с миллиардами рублей, как это было у Пригожина. И вот работа с мертвыми душами для этого очень такой хороший механизм. Ну и вот там они в этих заявлениях тоже пишут, что их каким-то образом взяли и прикомандировали вот в эти группы ветераны и волки. И теперь посылают как раз таки такие вот бездумные атаки прямо на передовую, под Бахмут или под Солидар, где они массово гибнут. И раньше мы уже освещали историю про, тогда это называли ЧВК, волки и ЧВК-ветераны. То есть, как видите, у них даже вот эта вот формулировка меняется. То они ЧВК, то они диверсионно-разведительные бригады, то еще как-то. Вот мы раньше об этом освещали, говорили про то, как они отправляют мобилизованных под Солидар. Мы рассказали про эту алячую ВК-ветераны, которая якобы выкупила там 500 мобилизованных по цене 25 тысяч за голову и отправляла потом в Бахмут. В общем, вот такие есть получается структуры. То есть, получается, какая в итоге схема? Человек либо мобилизованный, либо вот тот, кто сейчас подписывает контракт в России через эти добровольческие подразделения, либо через какой-нибудь РЖД, он сначала попадает в списки, допустим, 3-го армейского корпуса, который изначально формировался как раз-таки как новое формирование из вот этих добровольцев. А уже дальше из этого 3-го армейского корпуса их режут по кускам, ну, в смысле, не людей, конечно, а в смысле группы людей, вот, и прикомендировывают вот в эти такие группы с очень плохой, скажем так, репутацией в плане того, их активности на линии фронта. И уже командиры этих групп, ветераны, волки, просто наплевав на всех, посылают людей в атаке без необходимого стережения, техники и прочего, из-за чего те массово гибнут. Так это примерно сейчас работает. И, к слову, сейчас я вижу, что в украинском сегменте интернета развивается, ну, так, не так сильно заметен, по крайней мере, как мне кажется, скандал вокруг сообщения известного украинского военного из 47-й бригады Маркуса, который опубликовал, что не готов мириться с новым командованием бригады и их планами на развитие этой бригады и написал рапорт, чтобы его сняли с должности главного сержанта бригады и поставили на должность обычного сержанта, чтобы он был бок о бок с рядовыми бойцами на линии фронта. Почему я сейчас эту историю вспоминаю, потому что мы, на самом деле, детали, из-за чего там все это так возникло, в чем претензии, нам не известно, потому что он это не описывает. Но я просто сейчас этот случай поднимаю в сводки, потому что я не раз в прошлом году говорил, что очень ярко заметно, как в Украине работает то, что мы называем фейсбук-ократии. То есть, если возникает какая-то жалоба публичная, довольно-таки громкая, то, наверное, в большинстве случаев делаются необходимые решения, в том числе на уровне даже самого Зеленского. И ситуация исправляется. Тогда, как и в России, если ты начинаешь вот так вот массово публично жаловаться, то в лучшем случае ты окажешься, в контексте самих военных, ты окажешься в подвале. А дальше уже снова на передовой. Без оружия, без денег, без ничего. И где ты умрешь? Вот в этом главное принципиальное различие двух сторон. Новый необычный ход Пригожина, я бы назвал его так. Появились фотографии одного из главных кладбищ группировки Вагнера в станице Бакинской в Краснодарском крае. И там мы видим новый тип надгробий для погибших бойцов группировки Вагнера. И, как видите, они в виде пирамидок, тех самых, которые как-то фертификационных сооружениях. И, как видите, они причем все одинаково такого вида. Мне это сразу напомнило другое кладбище, конкретно Арлингтонское национальное кладбище, где многие известные военные тоже похоронены. Видимо, вот это у нас Арлингтонское кладбище здорового человека, а это Арлингтонское кладбище курильщика, по версии Пригожина. Видимо, Пригожин, наверное, у меня такое ощущение, что как будто он вдохновился видом Арлингтонского кладбища и решил сделать единый стиль для тех, кто был в составе группировки Вагнера и погиб на войне. Появилось некоторое продолжение истории про убитого замначальника городской комиссии по мобилизации Станислава Ржицкого. По-моему, так это уже звучало. Короче, его отец и его близкий друг в интервью Дождю и, по-моему, Медузе сказали, что Станислав подал рапорт на увольнение из армии России еще в декабре 2021 года. Его подписали сразу, но процедура увольнения закончилась только к августу 2022 года. И до окончания процедуры, как говорят эти родственники, Ржицкий находился в Севастополе и в море не выходил. Поэтому есть довольно-таки, скажем так, правдоподобные доводы в пользу того, которые нужно проверять в будущем, когда однажды, что вполне вероятно, он вообще никому образом не причастен ни к ударам по Виннице, ни каким-либо ракетным ударам по Украине вообще. Но на войне, опять же... Не соглашусь с тем, что заявления родственников это какие-то суперправдоподобные данные. Ну, то есть у родственников тоже, очевидно, есть предвзятость, мотивация и прочее, прочее. Они склонны оправдывать. Поэтому, ну, пока не готов. Если они какие-то документы покажут, то тогда как будто можно будет прям глубже в это погрузиться. Пока, честно говоря, не знаю, не готов на слово верить родственникам этого человека. Ну, я точно так же не готов на слово верить украинской стране, что он причастен к ударам. Тем более, что по опыту этого полномашнего утверждения уже было много раз, когда украинская страна называла, что, типа, вот этот человек причастен к этому, а оказалось, что он вообще не при делах. Это уже опыт. Такая репутация уже имеется, поэтому я тоже не готов так соглашаться. Поэтому, и, да, это нормальная ситуация, когда ты поддаешь рапорт на уволение, а сама процедура заканчивается нескоро. Потому что наш с тобой общий знакомый, который является нашим сотрудником, он ровно в такой ситуации и остался. То есть он успел поддать рапорт на уволение, процедуру не успел закончить, и, по идее, он как бы все еще как бы завис в этой... Я понимаю, да, но история с тем, что родственники рассказывают, какой их человек был святой, да и даже сами люди рассказывают, что все вокруг убивали, а я никого не убивал и прочее, прочее, да. Я поэтому и говорю, что, типа, эти доводы надо проверять. Да, да, сто процентов. При этом по части других погибших тоже громкая новость. Об этом сейчас пишут разные пророссийские каналы, записки ветерана, об этом написала газета, как там, русский... Нет, как ее называют, там, русский спецназ или архив спецназа, забыл это название. Одна из самых таких известных газет, специализирующихся на именно российском спецназе. Что в результате удара ракетой Storm Shadow по Бердянску, конкретно по запасному командному пункту 58-й войсковой армии, был убит генерал Олег Цоков. А сейчас пока что официальных подтверждений на уровне каких-нибудь там властей или командования частей еще пока не было, но учитывая, что об этом написали уже прям многие из таких вот пророссийских источников, явно это подтвердится. Вот. Еще один убитый генерал на этой войне. Норвегия, короче, переходим... В каких обстоятельствах это случилось, не мог бы это рассказать, ну, по предположениям? Ну, в смысле, в каких обстоятельствах? Это был запасной командный пункт в Бердянске, то есть далеко, довольно-таки далеко от линии фронта, но на таком расстоянии, куда Storm Shadow может долететь. Он, судя по тем сообщениям, которые есть сейчас, этот командный пункт находился в одном из таких вот санаториев, как из той истории с погибшим, по-моему, полковником, что ли, Росгвардии, где тоже по санаторию ударили и погиб он. Вот тоже запасной командный пункт находился в санатории в Бердянске, в таком довольно красивом издании, вот, и по этому санаторию ударили, и, собственно, вот генерал погиб. Вот такие вот обстоятельства этого смерти. Переходим к вопросам НАТО и поставки помощи. Во-первых, Норвегия, она увеличит бюджет военной помощи Украине на 239 миллионов долларов до конца этого года, но пока что нет конкретики, что конкретно дополнительные они там выделят, поставят. Пока что просто прозвучали цифры, что бюджет будет увеличен. Также канцлер Германии Олаф Шольц и глава Минобороны Бориса Аписториус, они анонсируют новый пакет помощи для Украины на 700 миллионов евро, туда войдут две пусковые установки комплекса Patriot, 40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1A5, то есть более старой версии, ну, тоже хорошо, конечно, 5 Бергенпанцеров, это инженерные машины, 20 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров и 5 тысяч снарядов, которые дымовые ставят, дымовые завесы, тоже артиллерийские, калибра 155 миллиметров. Еще Франция присоединилась к вопросу поставок дальнобойного вооружения, было объявлено, что президентом Эммануэлем Макроном, что Франция поставит Украине кралатой ракеты большой дальности Scalp, а дальше уже военные источники в разговоре с французским изданием АФП сообщили, что на самом деле часть этих ракет уже была поставлена Франции. И здесь я отмечу, что Scalp это тот же самый Storm Shadow, то есть они, это абсолютно одна и та же ракета одного и того же производителя, то есть даже если где-то будет происходить какой-то удар, и будет сомнение, то ли это Scalp, то ли это Storm Shadow, то отделить от одного до другого будет невозможно, даже по обломкам, потому что эти ракеты полностью идентичны. Но вот теперь получается как минимум две страны пострелять вот настолько дальнобойное вооружение, Великобритания и Франции. Вот видимо поэтому сейчас возникают дополнительные разговоры, ну вот появилась сейчас в Нью-Йорк Таймс статья, что администрация Байдена продолжает обсуждать, нужно ли поставить это КМС в Украине, но вот пока что никакой конкретики по этому поводу нету, к сожалению. Есть некоторая конкретика по самолетам F-16. Алексей Резников, министр обороны Украины, сказал, что Украина и... Украина? А, да, Украина и Франция, да. Готовится подписать меморандум об обучении украинских летчиков на самолетах F-16 и вообще уже образуется количество из 11 стран, которые будут обучать украинских летчиков на эти F-16. И обучение начнется, как сейчас заявляют, в августе. Как видите, постепенно покажутся сроки, к сожалению, все сдвигаются и сдвигаются. Надеюсь, хотя бы в августе они действительно начнут. Причем обучение будет проходить сначала в Дании, а затем в Румынии, то есть по этапу отдельно. Где в Румынии для этого откроется в августе специальный учебный центр. В Великобритании она тоже выделит новый пакет военной помощи Украине на 65 миллионов долларов. Часть средств пойдет на создание реабилитационного центра для военных, а другая часть пойдет на снаряды, дополнительные снаряды для танков Challenger 2 и более 70 боевых машин, правда они не конкретизируются, каких конкретно, и машин логистики. Интересно, что дадут деньги, в том числе на дополнительные снаряды для танков Challenger 2, хотя пока что Challenger 2 он даже вблизи линии фронта вроде как не катался, то есть мы их не видели. Ну, так что вот это все равно интересно. По части самого НАТО, там принятия, не принятия, была новость о том, что в последнем проекте комьюники НАТО, который будет выпущен по итогам саммита, а сегодня второй день саммита и вроде как завершающий. И там будет говориться, что мы сможем направить приглашение Украине, когда союзники будут согласны с этим, а условия выполнены. Вот, формулировка вроде как еще не доработана, но проект комьюники, который представители Украины увидели во вторник, он вызвал возмущение Зеленского, который назвал абсурдом отсутствия точных сроков вступления Украины в Альянс. Выглядит так, что нет готовности ни пригласить Украину в НАТО, ни сделать ее членом Альянса. Ну, мне здесь кажется, что в принципе для всех абсолютно очевидно, в том числе для России, что после войны Украина точно будет членом НАТО. Плюс Столтенберг сказал, что в отличие, например, от Грузии, для Украины сделают исключение, что ей нужно будет выполнить там только один этап для того, чтобы потом в дальнейшем просоединиться к НАТО. И многие понимают даже почему, потому что, наверное, исходит из того, что если война продлится еще довольно-таки долго, там, допустим, больше года, то, скорее всего, к моменту окончания войны украинская армия уже будет соответствовать стандартам НАТО. Потому что вы поставляете много натовского вооружения, переходит на натовские стандарты, логично, что они уже будут, в принципе, соответствовать. Поэтому в этом плане никаких сомнений нет. Вот. Ну, вот, как видите, все-таки в этом плане какая-то конкретность для украинской страны, она очень принципиальна. Там, да, я только понимаю, основная претензия была в том, что Украина не получила приглашение в НАТО. То есть там тоже, слушайте, вся эта бюрократия, там 1500 тысяч бумажек, значит, у них в рамках этой процедуры есть приглашение, которое еще не является вступлением в НАТО, но Украина и, видимо, Владимир Зеленский надеялся на то, что хотя бы это будет сделано. Но этого не было сделано. Была отменена, как ты уже сказал, ПЧД, то есть вот это вот двухэтапный вход и теперь одноэтапный вход. И сегодня мы ждем, значит, Совет Украина-НАТО, который будет, как это сказать, коммуницирован, который появится и в рамках которого уже будут прямые взаимодействия между Украиной и НАТО. Это все довольно понятно. Я думаю, что ни для кого не секрет, что пока война идет, Украина в НАТО, к сожалению, к моему большому не будет. Потому что, на мой-то взгляд, если Украину вот прям сегодня бы в НАТО приняли, то завтра бы война закончилась, потому что Владимир Путин вряд ли бы полез. Но это мои, что называется, домыслы. Но, в общем, до конца войны, очевидно, этого не случится. Но, как и правильно заметил Руслан, очевидно, что и после конца войны это сразу случится. Потому что Украина будет, как минимум, одна из самых боеспособных армий Европы и полностью на натовском стандарте, с натовской техникой, с натовскими снарядами. Вон, завод там уже многострадальный собираются открыть через три месяца и прочее, прочее. Поэтому, да, это вот такое политическое взаимодействие. Ну и чего уж греха таить, в том числе и способ давления Владимира Зеленского и Украины на страны НАТО, для того, чтобы они предоставляли больше помощи. Если уж вы хотя бы приглашение Украине в НАТО не дали, не даете ей вступить, то хотя бы давайте больше помощи и больше вооружений. И это нормально. Хороший призыв, к нему я присоединяюсь. Да, единственное, только добавлю, что, на мой взгляд, если бы прозвучало какое-то там приглашение в духе, типа, мы приглашаем Украину в НАТО после окончания войны, там на российскую сторону это все равно бы, наверное, не повлияло, потому что, в принципе, российская пропаганда и так пытается представить внутри России для общественного мнения, что Россия воюет не с Украиной, а с НАТО и в целом с Западом. Так что, как бы, в этом плане, как бы, даже ничего будет. Если бы НАТО сказали, все, с завтрашнего дня Украина в НАТО. Вот, вот, да. Я думаю, что если бы это сделали, типа, 25 февраля, то все бы было гораздо сильно по-другому и в лучшую сторону. Ну, опасения тоже понятны, к сожалению. Дальше. И про кассетные боеприпасы снова. На днях Шойгу говорил, что если Украине поставят кассетные боеприпасы, то армия России будет, как он сказал, вынуждена применять аналогичное оружие, хотя как раз-таки кассетные боеприпасы, они применяли с первого же дня полумасштабного вторжения. Мы прекрасно помним хвостовики тех реактивных снарядов, которые там торчали из-за дорог в жилых районах Харькова, например, того же. То есть с помощью кассетных боеприпасов обстреливали тот же Харьков, как минимум. И в последующем они не раз кассетные боеприпасы России применялись. Но! Раз Шойгу говорит, что, типа, будем снова применять, мы тут задались вопросом, когда мы вообще в последние раз видели применение кассетных боеприпасов России в этом полумасштабном вторжении. Нам единственное, что вспомнилось, это январское видео, где с помощью ракеты «Искандер», которая с кассетной боевой частью, нанесли удар по пусковой установке С-300ПС украинского ПВО. И вот после января как-то тишина. То есть есть ощущение, что кассетные реактивные снаряды, допустим, для реактивных системы залпового огня, таких как, там, допустим, Смерч, может быть, даже, там, неоград, там закончились. Для пакетных статических комплексов «Точка» тоже закончились. Видимо, сейчас остались только те реактивные снаряды, кассетные, которые производятся для торнадо-С установки реактивных системы залпового огня и «Искандера», но как раз-таки они появляются только с темпом производства. То есть, как только произвели, тогда только могут отстрелять. То есть, запаса какого-то, видимо, нет. Ну и плюс, да, остались еще кассетные авиабомбы, но тоже их тяжело применять, потому что украинское ПВО, оно действует. Да, есть вот эти комплексы УМПК, универсальные модули планирования и коррекции авиабомбы, но он прикрепляется к обычным бомбам, осколочно-фугасным, таким как ФАБ, точнее, фугасным, ФАБ, там, 500, там, М62, например, таким. Можно ли сделать какую-то новую версию УМПК, чтобы присоединить ее к кассетной авиабомбе? Я как-то не уверен, потому что как раз-таки кассетная авиабомба, она подразумевает, что она в воздухе должна раскрыться, а тут получается как бы крылья будут мешать, поэтому не уверен, что получится УМПК сделать какую-то там новую модификацию, чтобы приспособить его под кассетные авиабомбы. Поэтому на данный момент даже есть ощущение, что угрозы Шойгу, они довольно-таки пустые. Ну, по-моему, то, что типа, где вы найдете эти сейчас кассетные боеприпасы, интересно. Только вот то, чтобы мы успеем там производиться для Торнадо-Эс и Искандеров, не более того. Я отмечаю, каждый раз, когда, ну, в СМИ или где-то обсуждается какой-то новый тип боеприпасов, вот, например, поставка кассетных боеприпасов американских, тут же, тут же с российской стороны все обстрелы, которые проводит Украина, тут же превращаются магическим образом в обстрелы исключительно этими боеприпасами, причем иногда опережая события. Ну, то есть, когда были хайморсы, еще даже до того, как они приехали, начали рассказывать, что по нам бьют исключительно хайморсами, то же самое со Шторм Шэдоу, а теперь вот они, значит, начали заявлять, что вот кассетными боеприпасами теперь бьют каждый день, по Токмаку они, по-моему, заявили, что ударили кассетными боеприпасами, но эти кассетные боеприпасы, о которых идет речь, еще даже не пришли в Украину, и опять, значит, фальстарт, но каждый раз за этим наблюдать, конечно, ну, просто полная дискредитация возможности там веры каким-либо словам оккупационным властям, впрочем, это и так уже давно стало общим местом, мне кажется. Да, ну, нас каждый раз веселило, когда Миноборона России заявляла о награждении какого-нибудь черного военного, который уничтожил Брэдли, хотя Брэдли на тот момент еще даже не приехали в Украину. Это было тоже очень смешно. Вот. Еще по части НАТО и саммита этого НАТО. Сотрудница, например, на политике вчера смогла поучаствовать в пресс-конференции президента Чехии Петра Павла на саммите НАТО. Она, как раз, задала вопрос по поводу расследования фонда Навального про семью Бориса Абносова, главу крупнейшего в России бронного холдинга, который производит ракеты и авиабомбы. И по расследованию фонда Навального они нашли у него недвижимость в центре Праги, там много квартир, там дорогие машины, прочее-прочее. И при этом он не находится под санкциями. Хотя вот при этом, в отношении простых россиян, Петр Павел предлагал там вести какое-то дополнительное наблюдение по аналогии, как это было говорено в Второй мировой войне за японцами. Так вот, он ответил таким образом, что я понимаю, что это эмоциональный вопрос, но когда я занялся этой проблемой, выяснилось внезапно, что есть юридические проблемы. Не существует закона, который позволил бы Чехии конфисковать его имущество или выслать его из страны. Я ищу пути решения этой проблемой, сказал он тогда. Сказалось бы, обычным россиянам то могут и визам отказать и прочее, а здесь как бы не получается, извините, нет такого закона. Хотя на самом деле закон есть. Это чешский акт от 1 декабря до 22 года об ограничительных мерах против некоторых существенных действий, применяемых в международных отношениях. Его еще называют на вот межском чешском уровне, чешском уровне, насколько я знаю, таким аналогом закона Магнитского, потому что, как раз таки, тоже он похожий способ действия. И он, как раз таки, про санкции против тех, кто покушается на суверенитет Украины. И поэтому, как раз таки, закону чешскому Чехия имеет достаточно юридические основания, чтобы наложить на Мносова санкции. Вот. Но этого не делает по непонятным причинам. Вот. Слушай, я вот этого наелся, честно говоря, в свое время, потому что, объясню, ты что думаешь, я просто так это скажу и не поясню. Значит, суть в том, что Алексей Навальный, например, его команда, они два года убеждали Запад, что есть список аффилированных с Владимиром Путиным лиц, вот прям был список Навальный, там было 34 фамилии, которые должны быть под санкциями, которых не должны пускать на территорию Европы и прочее. И каждый раз, когда эта тема поднималась, я просто помню все это, потому что, ну, следил очень плотно за этой историей. Каждый раз европейские страны рассказывали, что мы правовые государства, они пойдут в суд, они, значит, вот это вот, мы не можем их внести и прочее. Потом началась война. Точнее, новый этап войны, вторжение в 2022 году. И за две недели весь этот список, плюс еще какое-то количество людей были вот так по щелчку пальцев внесены, в том числе в эти списки попали, например, любовница, дочка любовницы Сергея Лаврова, на юридическое обоснование чего я бы с удовольствием посмотрел, значит, с точки зрения вот этой вот всей бюрократии европейской. Поэтому каждый раз оказывается, что это вопрос не какой-то юридической бюрократии, а исключительно политической воли. И каждый раз, когда я слышу вот эти оправдания про то, что, ой, вы знаете, сын и человек, который производит ракеты, и который в этом бизнесе участвует, мы вот не можем из Чехии никак турнуть, он там разъезжает на своем BMW и бьет активистов. Ну, вот закон у нас такой. Меня аж трясет каждый раз во время этих оправданий, потому что я точно знаю, что это на 100% абсолютное вранье. И я надеюсь, что все-таки как-то больше будет давление на Петра Павла, и действительно те, кто... Уж ладно, оставим за скобками, там несут ответственность россияне, не несут ответственность россияне. Долгая дискуссия, она никогда не закончится, она будет еще лет 20. И в целом я понимаю примерно и ту, и другую сторону. Но уж те, кто непосредственно имеет отношение к производству ракет, слушайте, ну давайте хотя бы в этом. Вот будут эти люди нести хоть какое-то наказание, хотя бы не жить в своих квартирах в западных странах, значит, призывать которые Россия... Призывает которые Россия уничтожить в каждом своем новостном выпуске. Это безумие какая-то, шиза. Это должно быть безусловно остановлено. Я надеюсь, что все-таки удастся хотя бы по этому направлению чего-то добиться, чтобы эти сволочи сидели в своей, не знаю где, в Краснодарском крае, попивая три топора, и значит, плакали о том, что вот теперь я, значит, не могу поехать в Европу, потому что я помог развязать эту войну. Извините, но это прям давне-давне накипевшая проблема. Мне тоже прекрасно понятно, потому что я вижу, что как раз-таки обычных россиян вполне наказывают, и я даже лично сам с этим столкнулся. Помимо того, что еще до полномашнего отражения у меня закрывали банковские счета в Европе многих странах, в том числе и в Чехии, просто потому что российский паспорт. Уже после начала полномашнего отражения, вот тоже относительно недавний случай, когда мою тещу не посадили на самолет в Прагу, при том, что у нее гуманитарная чешская виза и приглашение от Радио Собода, ровно потому что у нее российский паспорт. Мы думаем, что вас не пустят. Все, типа не посадим вас на самолет, и все. Летите в другую страну, а вас не пустим. Потому что она занимается оппозиционной деятельностью, довольно-таки известной. Я вот тоже с этим сталкиваюсь, потому что она не обносится, как видите. Видимо, проблема в том, что у нее нет множества квартир в Чехии, дорогих машин и всего прочего. Если бы ракеты помогало производить, может быть. Ну, да. Ну, я так в целом просто хочу тут сказать о лучшей поддержке и команде Навального, активистам движения «Весна», которые всем этим занимаются. При том, что дополнительно сталкиваются с этими проблемами, там, не знаю, и визовыми вопросами, и не пускание в страну, и прочего. На них еще постоянно выливаются вот эти вот в медиасфере потоки говна, в плане того, что, типа, ой, вы там оппозиция, которая бы ничего не делала. По факту, как раз таки они делают. И еще вот такое заслуживает отношение потом даже вот европейских правителей, с к сожалению. Ну, и закончу на более приятной новости, очень короткой. В Киеве конфисковали две квартиры Артемия Лебедева. Ну, конфисковали и конфисковали. Вот такие новости у нас на данный момент. Спасибо тебе большое. Увидимся завтра. Всего доброго. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok